Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить сочную курочку с хрустящей корочкой и запеченным картофелем. Быстро, вкусно, сочно и минимум посудой будем готовить все на одном противне. Все ингредиенты вы сейчас видите на экране, а также они будут в описании под видео. Для того, чтобы курочка и картошка получились красивые и румяные, нам понадобится широкий противень с низкими бортиками, примерно вот такого размера. Иногда бывает так, что картофель прилипает к противню, поэтому противень я обычно закрываю фольгой. Смажу фольгу немного растительным маслом, буквально чуть-чуть будет достаточно. Если масла на противень налить слишком много, то картошка в нем обычно утопает и не приобретает красивый золотистый цвет, поэтому масло хорошо, но буквально немножко. Курицу я уже промыла и теперь ее нужно просушить с помощью бумажных полотенец. Чем суше будет кожа, тем она будет более хрустящая после жарки. Также у курицы здесь у моей есть такие жировые кусочки, я их отрежу, потому что они лишние, они начнут топиться в процессе жарки и утопят нашу картошку в жире. Убираем все лишнее, все жиры. Переворачиваем курицу и по спинке вдоль хребта я разрезаю курицу пополам. Я ее хочу раскрыть так, как обычно делают по рецепту на цыпленка табака. Вдоль хребта она хорошо режется кухонными ножницами, никаких проблем это не составляет. А чтобы курица до конца раскрылась, нужно найти вот эту косточку в середине, это грудинка, грудная кость и крупными ножничками, либо ножом прорубить ее по центру. Вот таким образом. Тогда курица полностью раскрывается. Получается вот такая красивая. Выкладываем курочку в середину противня, подгибаем крылышки внутрь так, чтобы они не сгорели. Вот таким образом. И сверху курицу покрою очень тонким слоем майонеза. Здесь буквально у меня одна чайная ложка. Жиры, содержащиеся в майонезе, помогают с курицей не пересохнуть во время выпекания, а также они помогают приобрести курице такую красивую золотистую румяную хрустящую корочку. Также на майонез гораздо лучше ложатся любые специи. У меня сегодня самые обычные специи из магазина для курицы. Так и называются специи для курицы. Также нам понадобится картофель. У меня сегодня 8 штучек среднего размера. Я его помыла и почистила. И теперь его нужно хорошенечко также просушить бумажным полотенцем. Картофель нарезаем либо на кубики, либо на дольки, как вам больше нравится. Я люблю, когда получаются вот такие дольки с уголками, поэтому нарезаю вот на такие кусочки. Картофеля можно брать либо чуть больше, либо чуть меньше. Это зависит от того, какой большой или маленький у вас противень. Главное сделать так, чтобы картофель у нас весь поместился и поместился в один слой, иначе он будет плохо прожариваться. Говорю прожариваться, потому что именно этот эффект практически и получится на противне. Картофель выпекается, но вид у него такой, как будто он жарился. Картофель снова еще раз просушиваем со всех сторон бумажным полотенцем. Он должен быть абсолютно сухой. Лишняя влага не нужна, иначе картофель не получится хрустящим. Добавляем немного оливкового или растительного масла, немного красной паприки сладкой и немного специй для овощей. У меня это домашние специи. Если вам интересно, как их приготовить, я оставлю ссылочку внизу в описании под видео. Также я добавляю соль по вкусу и все хорошенечко перемешиваем. Я обычно люблю это делать руками, потому что я хочу прочувствовать, что весь картофель покрылся тонким слоем растительного и оливкового масла и специями. Выкладываем картофель вокруг курицы в один слой по всему противню. Распределяем равномерно. Я уже поставила разогреваться свою духовку на температуру 210 градусов по Цельсию или 410 градусов по Фаренгейту. Выпекаться курица с картофелем будет примерно около часа. Духовку обязательно нужно разогреть заранее, так чтобы курица сразу попала в жар. Если поставить курицу с картофелем в теплую духовку и потом оставить еще на нагрев, то курица может выделить слишком много жидкости и картофель расплывется и станет мягким и не очень красивым. Примерно минут через 30 я открываю духовку и проверяю картофель. По необходимости его можно перевернуть и посмотреть, чтобы у него был красивый цвет со всех сторон и что он выпекается равномерно. И снова отправляем допекаться картофель и курицу на оставшиеся полчаса до готовности. Курица у меня приготовилась. Посмотрите, какая она красивая и румяная. Ножка практически сама отваливается, очень горячая. Посмотрите, какое мягкое, очень сочное мясо. Картофель тоже весь пропекся и приобрел красивый золотистый цвет. Попробую потянуть еще вторую ножку. Посмотрите, как она легко отходит. Прям на видео видно, насколько мягкое и очень сочное мясо. Сейчас попробую показать вам грудинку. Начала резать грудинку, из нее потекло очень много-много сока. Все выделилось на противень. Посмотрите, грудинка просто утопает в соке. Мягкое, нежное и очень сочное. Это один из наших самых любимых рецептов. Быстро, вкусно, сочно, минимум посуды и вся семья довольна. Этой порции, кстати, хватает на четверых-пятерых взрослых человек. Курица с картофелем очень хорошо сочетается с любыми овощами. У меня сегодня брокколини, но также любые овощи, помидоры, огурцы, брокколи подойдут очень даже хорошо. Еще раз покажу вам мясо. Посмотрите, какое оно сочное, блестящее. Прям видно, насколько оно сочное. Картофель тоже очень вкусный, хорошо пропекся, красивого цвета, румяный. Ну, а с овощами это, конечно, просто идеальное блюдо. Не просто красиво, не просто быстро, но еще и очень полезно для всей семьи. Как обычно, на все вопросы я отвечаю в комментариях. У меня также есть телеграм-канал, где вы можете поделиться своими результатами, фотографиями, если захотите. Ссылки будут внизу в описании. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.